Идите, откуда пришли, и все. Нестандартная ситуация, что делать. Так, по собаке будем разговаривать? Не так идти. Можно полицию вызвать, у нас тут дебошеры пришли. Решают работу станции, да. Следственную оперативную группу вызовем, оперативных работников, будем искать собаку. Тут съемки, дебошеры, хамсисты обезут, поэтому просим помощи. Сейчас кто-то за ложный вызов будет привлечен к ответственности. Вы серьезно сейчас? Хватит мне вы, вы, вы. Я не буду отвечать ни на какие вопросы. Потому что мы сообщаем о преступлении здесь. Порвались 8 дебошеров, да. Москва, улица Ленская, 2, дров 21. Ветеринарная клиника Спарта. За несколько дней до нашего визита. Мне бы хотелось еще пообщаться по поводу того, что у вас умерла собака, кличка у нее Баста. Это американский стафарширский терьер. У этой собаки есть владелец. Да, я сейчас нахожусь здесь с представителями питомника. У меня есть соответствующие документы, поэтому я хотел бы пообщаться с теми-нибудь из дежурного персонала, кто сможет ответить на мои вопросы. Дежурный персонал сейчас в стационаре. Я подожду, пока освободятся. Попробуйте. А как долго ждать, подскажите, пожалуйста. Можно сказать. Я могу внутри подождать? Сейчас я уточню. Уточните, пожалуйста. А, это оно скинуло. Уточнить пошло. Подождите минуточку, уточним. Да-да-да, я жду, спасибо. Я просто напомню. Да. Еще раз здравствуйте, девушка. Вы про меня не забыли? Забыли. Попасть в клинику нельзя. Врач вас не примет. То есть вы отказываетесь меня пускать на территорию клиники? Я правильно понимаю? Даже с учетом того, что со мной находится владелец собаки? Владелец собаки Бронина Елена. У вас есть документы, подтверждающие этот факт? Да, договор с клиникой. Договор с клиникой не является документом на право обладания собакой? Это можете в суде. То есть вы отказываетесь пускать, я вызываю полицию, я правильно понимаю? Уже вызвали. Хорошо. Сотрудники полиции. В клинике вышла какая-то женщина с лопатой, обворачивала, смотрела, есть ли кто-то, нет, и пошла туда. Илья пошел за ней, прошелся, а она там копает яму какую-то. А что там? Я вас видела там вчера. Ну что, я прихожу. Ну а что там? Что случилось-то? Ничего. Не покажете. Ничего не покажете. Я вас видела вчера в этой же минуте. Я там вчера не была. Как вас зовут, простите? Никак не зовут. Это мой пакет. Что случилось? А что в пакете, покажите. Мне что там. Сейчас вы тут животным закапываете? Я мусор тут закапываю. Хорошо, покажите нам. Почему я должна вам показать? А почему вы не можете нам показать? А почему? Ничего, просто интересно. Я за вас переживаю. Я за вас переживаю. Две женщины с лопатой в темное время суток в пятницу. Да, мы смотрим. Ну куда вы ходите? Ну подождите, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Без драк. Разошлись. Там животное. Разошлись. Там животное. Ребят, выключите камеру. Бери, я, руки от меня. Молодые люди, выключите камеру. Что случилось? Вот так вот происходит в клинике. Нет, Аня, отойди. Женщины в медицинских перчатках. С каких медицинских? Пошла, ребят, перестаньте. Непонятно с каким пакетом. Сейчас очень не странно. Ребята, выключите камеру, перестаньте. Почему я вам не показать, что это будет? Добрый день. Я представитель собственника. Я представитель собственника помещения, в которое вам выпущено входить. Вам представитель власти сейчас говорит о том, что я, как владелец собаки, представитель владелец собаки, имею право туда войти. Он один может войти. Он один, да. Пойдем. Пойдемте. Добрый день. Здравствуйте. Там, в ВД, сейчас в полицию. Что у вас? Как вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы. Я не знаю, что вы. Ну, говорит, вы ему не отдаете труп собаке, а через два часа уже подъедет машина профессионально оборудованная, что не заправил его к собаке. Документы? Да, конечно. Все документы нет. Собака, кличка Баста, американский стафаршинский терьер. Климо РКФ у данной собаки 5033. Никакого договора купли-продажи между этим питомником, представителем которого я являюсь, и каким-либо еще третьим лицом быть не может. И на данный момент собственником собаки является Климова Жанна Николаевна. Какое отношение к Климовой Жанне Николаевне имеет к клинике? К клинике никакое. Она имеет отношение непосредственно к собаке. Она является ее собственником, законным. Послушайте тебя. Перед меня. Ну, сэр, давай, зачем ты перебиваешь? Вопрос у вас, вы пришли в ветеринарную клинику? Совершенно верно. С каким вопросом? Я пришел с тем же самым вопросом, который был задан вам по домофону. Я хочу забрать труп данной собаки, поскольку я являюсь... У меня собаки зарегистрированы, послушайте вопрос, на Клим, в Жанне Николаевне. У меня нету собаки. Николаевна. Хорошо, поставим вопрос по-другому. У вас сейчас на территории вашей ветеринарной клиники находится труп собаки, американский стафаршинский перьер с клеммом РКФ 5333. Нету. То есть вы официально об этом заявляете? У меня есть вся соответствующая документация по запросу официальных органов, мои обязательно предоставлены. И вчера, когда сюда приезжал наряд полиции, у вас данной собаки не было на территории вашей ветеринарной клиники? Вчера я ни с кем не разговаривала. Я прошу зафиксировать этот факт. Пойдемте, пишем заявление. У меня будет вызван участковый по данному факту. И уже с участковым будете разбираться. Закрыли. Звоните. Вызываемый абонент не отвечает. Перезвоните позже. Свалили. Везде камеры, в секретный объект. Я сомневаюсь, что там нет никого из сотрудников, потому что никакой таблички о том, что клиника не работает, нету. Нам необходимы все медицинские документы, которые отказываются с удовольствием, пришли, вот за ними, вот закрылись и все равно. Выполниваю его абонент. Ну, хорошо, ждем. Мы заявления будем дать. Алло, здравствуйте, а вы работаете сегодня? Причем только по записи, по записью. По записи только? Только по записи. А я вот хочу у вас купить корм, я стою уже, я пришел, я хочу корм купить для собаки. Мы не закрыты. Вы не закрыты? Закрыты. А как вы закрыты? Вы же говорите только по записи. Да, по улице, я никого не касаю, правильно. Ну как, 24 на 7 рабочий день. Нет, в банке, в чем-то. Да, подождите, вы продаете корма для животных, я хочу купить корм, почему я не имею права? Потому. В смысле потому? Клиник работает 24 часа, круглосуточная, то есть они должны как минимум нас впустить. Понимаете, да? Да, да, мы сейчас через 7 минут выставим, я к вам подъеду. А, ну все, хорошо, ждем. Спасибо. Угу. Сейчас посмотрим, что полиция скажет. Накидаем заявление несколько, посмотрим. Да я говорю, корм-то могу купить? Нет, почему? Потому. И выключаю, это все нормально. Бахилы все есть, готовые, одеты, обутся, никаких проблем. Здесь ситуация такая, она достаточно сложная ситуация, здесь собака умерла. Скажите, мы ППС, вам надо участкового, сейчас он позвонит, чтобы участковый приехал. Какое правонарушение, то, что вас не пускают? Ну давайте, я объясню. Вот видите стенд, там осуществляется торговля, ну, например, кормами. Я имею право в рабочее время, а это 24 на 7. Я не могу им сказать, чтобы у него двери открыли. Почему? Вы имеете право присесть правонарушения? Это же самое, что двери в квартире нам не откроют. Это не квартира, это не квартира. А образно давайте вот все-таки соответствующее. Вы имеете право, даже обязаны, пересекать правонарушения. Ну пойдемте, я попробую, я не открою двери. Я же не буду их ломать, пойдемте. Ну пойдемте. Давайте скусимся, поскочим. Попробуем на этой двери. Ломать, что мы не будем двери? Нет, полиция, откройте. О, понятно. А заявление будет подписаться? Мы напишем, конечно, сразу заявление. Что и требовалось записать. Участковый придет, ему он строит. Это возможно тоже не он строит. Более вероятнее, что их нет. Они там. Там, где уже ходит, да, вот есть там, по-любому они есть. Они выпущены. Короче, они вас испугали, что вы снимаете, поэтому они открывают. А косяк за собой чувствует, поэтому. А заявление никто будет писать. А вы можете предложить движетку, что участковый нет? Я сейчас позвонил сюда. Он сейчас начальником участковым доложит. А там, говорит, может, будет на месте участкового или нет? Неизвестно. Я сейчас наберу, короче, скажу, что вы хотите заявление писать участкового. Да, да. Ну, чтобы он пристег, пристег правонарушения прибыл сюда. Мы ему подадим все заявления. Пусть они ждут, как его, пусть существует. А вон девушка стоит. Прямо в этом. Девушка там стоит. Девушка, полиция, открываем. Там девушка. А вон она, на рецепте у него. Вон она, на рецепте. Ну, нету, смотри. Какой? Может, видели? Уже убежал уже. Второй раз такое сразились. А были уже здесь, да? Как оцениваете? Нормально, который? Кошку не отдавали. Да, было, было. Месяца два назад. Два месяца? Да. Нормально, лихо она сквозанула оттуда. Этот, наверное, который уехал, сидит. Скорее всего, они к Wi-Fi подключены и смотрит. Александр, давайте возвращайтесь. Будем разговаривать. Ладно, мы вам тогда не нужны. Десять минут, да? Ну, сказал-то, нас уже десять минут. Он рядом здесь, на адресе. Ну, сейчас тогда ждем. Спасибо. Сейчас пойдет. Он такой, участковый хороший. Ладно, главное, не деритесь тогда. Сейчас вам подъедет. Спасибо. Да, нет. Якушев Владимир Николаевич, старший, участковый полномоченный. Хорошо. Я представляю интересное, как я не стал. Гражданин, будьте любезны, пожалуйста, в порядке очереди. Сейчас мы с одним человеком разберемся, потом с вами. Ладно. Да, да, у меня просто путь будет. Вы держите этих товарищей. Давайте я буду решать, что мне делать. Спасибо вам огромное. Вы сейчас что записываете? Какой графон? Я записываю, где вы зарегистрировали. Ты что, больной что ли? Персонал. Документ нельзя. Документ нельзя снимать. Документ не надо. Снимайте со стороны, документ снимать нельзя. А вот, кстати, руководитель предприятия торговли. Вы себе представите. Галина Михайловна, это кто? Галина Михайловна, конкретно, куда вот эти лица приехали. Я прошу прощения, более подробно. Кто она? Директор, заместитель, начальник. Руководитель. Руководитель клиники вот этой? Да. Тогда не уходите, у вас тоже объяснение возьмите. Так, ознакомливайтесь, где галочки подпись. Будьте добры. Пожалуйста. Мы сейчас с вами, смотрите, кто-то будет что-то к этому дополнять, вот по этой ситуации. Есть дополнения какие-то, кто-то хочет написать заявление. Объяснение они будут дадут. Дать объяснение они дадут. Конечно, по самоуправке. Отлично, хорошо. Кто? А вот. Так, вы, я так понимаю, свидетеля. Так. А мы просто передняя сторона, которая не имеет права передать вам ровные инструменты. Доверенность, представляем. Нам человек пришел. Вы же тоже? Да. Собственник-то собаки кто? Мы представляем им перевезти собачку. У нас по договору с собственником будете вы. Если Анна, то Анна. Она заполняет, пишет, что она гарантирует, что эта собака никому не принадлежит. Я вам машину пригоню чужую. Тоже я, собственно? Нет, у машины же есть ПТС. Суть-то не в этом. Машина, автомобиль. Это имущество. Это имущество. Согласие на съемку себя. Послушайте. Автомобиль это имущество. Собака то же самое имущество. Я знаю. Так почему вы тогда говорите, что кто-то привез собачку и только тому вы предоставляете документы? Вы ошибаетесь. Это не важно, кто заключил договор. Собственник собаки. Мы представляем собственника собаки. Собственника собаки нужно было просто позвонить. Так звонили неоднократно. Я по-хорошему сначала. Я одна вообще сюда приезжала. Она рыдала, попросилась в инфекционное отделение, которое ей нельзя. А через 6 часов здесь была толпа. Это не диалог. Так вот сейчас диалог. Давайте пообщаемся. Документы предоставьте. Это не диалог. Это диалог как раз таки. Документы нам предоставьте все. Он поясняет следующее, что собака, что они нам не предоставляют никакие документы, потому что собаку привез другой человек, который, получается, кто привез тот собственник. А вы документы им предоставляли? Конечно, мы готовы все показать. Все, никаких проблем нет. Кто заявление подавал, будьте любезны. Вот вы написали заявление, мы его закусировали, все снимают, да? И вот теперь мы будем по факту разбираться. Соответственно, вы подали заявление, я его закусировал, у меня теперь есть законное основание куда-то заходить. Все, отлично, пойдемте теперь. Нет, я по поводу съемки на частной территории... Нет, 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 я ничего не могу это. Нет, нет, нет. Это не частная территория. На самом деле, почему? Потому что я реально боюсь за жизнь и здоровье. Да бросьте его. Ну, и сотрудников и так далее, поэтому там никого не будет. Я... Ну, допустим, естественно, сами понимаете, были угрозы. Я понял. Значит, смотрите, я понял, что ваш следует... Смотрите, я думаю, никто не против. Сейчас я зайду туда, разбираю. Сейчас союз здесь стало... Нет, один представитель, я думаю, не против. Если будет доверенность, пожалуйста, Бога ради. А у кого? У меня доверенность. Человеку свою точку зрения высказывайте, вы свою. Человек просит там доверенность. Пожалуйста, есть доверенность, заходим, разбираемся, правильно? Мы ничего не забываем. Пожалуйста, вот у вас там диктофон... А он сам-то какую-то доверенность показал, вот этот человек? Если он сюда нас может впустить, я думаю, что он хоть имеет отношение... Это ничего не доказывает. Все, все есть. Пойдемте, да. Нет, я, так скажем, я уже предупредил, что по статье сходе 19, были угрозы, Харенька Михайловна, поэтому, извините, вот в таком составе абсолютно жестко. Тем более, может, мужчин... Нет, нет, все. Никак, понимаете, кто может зайти, скажите, нет. Там оказывают услуги? Слезно, могут зайти только кто. Нет, мы пойдем... Только представители у вас на данный момент. А вестибюль-то вы можете зайти? Да, 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 да. А вестибюль-то все можем зайти? Нет, я почему, потому что, извините, просто вы угрожали мне лично. Да, вы лично мне угрожали? Сейчас, секундочку, пожалуйста. Так, давайте, если на то пошло, вестибюль, я думаю, это место такое, что мы можем... Вообще, о пользование. По документам, я извиняюсь, если там кабинет еще что-то, там где-то ходить, что-то проверять, извините. А мы не собираемся еще проверять? Я не говорю, что вы собираетесь. Я разъясняю ситуацию. Я думаю, что человек будет абсолютно непротив. Как против за твоим ночь? Меня Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, я думаю, не против. Больше вестибюль будет только... Нет, я против однозначно, потому что там дверь стеклянная. Дверь стеклянная. И я не знаю, что. Потому что были угрозы уже в мой адрес. А что там будет, я вообще не знаю. Я сказал, что сейчас мы договорим с полицейским и с вами пообщаемся. Дословно. Это что, угроза? Что? С вами пообщаемся. Вы знаете что? Ведь зависит много от того, каким тоном сказано. А, серьезно? Что конкретно в глазах? А вы что? Написали меня заявление? Я сейчас вижу в ваших глазах уже... Огрессии. Ну, а придерживая. Да, отлично, отлично. Так, значит, к какому решению приходим? Вестибюль зайти можно все. Нет, однозначно, что в принципе, учитывая то, что по статье 119 Карине Михайловне Шумковой были угрозы убийством, то в таком составе однозначно нет. Только представители власти. Все. Да, конечно. И по таких угрозах. Да вестибюль могут все, кто угодно, зайти. Что он ерунду говорит? Все вот эти ваши требования, они абсолютно противозаконные. Ну, тут, судя по-друге. И никакого основания, понимаете, вот конкретно, ни по доверенности, ни по еще чему-то. Уже сейчас, на настоящий момент, на настоящий момент, уже в принципе, вот, все то, что... Законодательно, вы ничего, на самом деле, это будет неправильно. Это нарушение закона. Это нарушение закона, то, что вы сейчас делаете. Вы говорите общими словами. Я не общими словами. Я говорю конкретно. Это будет нарушение закона. Мало того, вы... Прошу. Все, закончим ситуацию. Пойдемте тогда. Нет, я не понял, а что тут основные ресурсы... Нет, ну, они же здесь стоят, они же не заходят. Другое дело. А как, вы будете сами развивать? Я познакомлю вас сейчас, ознакомлюсь с документами. Сейчас я узнаю, что там, почему. Хорошо. Спасибо за внимание. После нашего визита клиника опубликовала данную информацию, в которой оболгала Матвеева в попытке сломать ручку двери и якобы проколотых шинах автомобиля на их территории. Объясню, как будем дальше действовать. Сейчас я заберу хоть часть документов, на что ссылаться, какие запросы делать. информационный стенд, с которым может любой гражданин ознакомиться. Это без вопросов. Можно я, пожалуйста, сделаю то, для чего я сюда приехал? А в остальном мы же сейчас будем разбираться. Хорошо? Спасибо за понимание. Почему я там закрываюсь? Потому что они разложили документы на столе и ищут договоры. Ну, не я здесь директор, не я здесь администратор. Вот считают люди закрыться. Ну, значит, мы это в заявлении укажем. Можно я сделаю то, что по поводу чего вы написали заявление? Хорошо? И дальше будем разбираться. Это просто медклиника. Это ужас. Закрывайте, скорее, скорее, скорее. Закрой. Молодец. Правильно, проверь, проверь, проверь. Нормально? Смотрите, сейчас я получил договор и дополнение к договору именно по этой собачке все. Сейчас, чтобы было как положено, потому что люди, допустим, что они боятся? Что если они передадут вам документ, кто-то может пожаловать, что на каком основании они кому-то отдали документ, допустим, там в общий доступ попадет или тому подобное. Я сейчас буду делать официальный запрос на имя ИП, чтобы они предоставили копии всех документов, заверенные, естественно. Что касаемо этой ситуации с собакой. А нам-то, как представителям собственника, они могут передать документ? А мы же вам все... Вот смотрите, у вас в чем ситуация? Они что боятся? Предоставляли не вы, да? Да. Вот. Они боятся того, что тот человек, который привез туда собаку, да, заключал договор, допустим, обжалует, скажет, на каком основании вы, как представитель там клиники, кому-то передали. Я, допустим, против этого, да? Причем, собственнику передали. Ну, люди этого боятся, понимаете? Я не могу сказать, что правильно они поступают, неправильно. Пока проверка не закончится, я не могу этого сказать. Но люди боятся этого. Поэтому они просят, чтобы я сделал официальный запрос. Они на основании этого официального запроса предоставят все документы, какие у них имеются. Абсолютно все готовы. Без проблем вообще. Вот. Заверены, как положено. Но если кто-то на них подаст в суд за разглашение там или тому подобное, они предоставят, скажут, извините, вот приходил участковый, вот запрос. Разбирайтесь с участковым, куда он это передал, кому он это передал. Мы здесь не виноваты. Мы на основании закона передали копии документов, все. Мы не виноваты. Вот в чем суть. Поняли, да? Поэтому сейчас нужно, смотрите, поедем сейчас печатать запрос с вами. Здесь я не могу его напечатать. Какие вопросы вас интересуют? Что вам, какие документы нужны? Потому что, ну, я всех нюансов не знаю. Вот. Готовы? На машине? Мы тогда останемся, посмотрим информацию. Мы же имеем право. По поводу чего? Ну, вестибюль, информацию для граждан. Мы можем сейчас так же будут поступать звонки, что вот у вас там эта ситуация, вы там что-то смотрите, и у вас какой-то конфликт. Нет, конфликта никого нет. Мы хотим просто ознакомиться с услугами, и все. Зачем вам этот стенд объяснить? Есть информация, которая там какая-то ветклиника, еще какая-то ветлечебница, ветотель. Нет, давайте вместе с вами пройдем. Пройдем, ознакомимся и выйдем. Что вам конкретно интересует? Я сниму стенд, сфотографирую вместе с вами, если он боится, что... Да слушай, я буду перестанить. Вам нужны фотографии стенд этого. Вот. Кто хочет сфотографировать, давайте я пойду. Пойдем сфотографируйте стенд. Я думаю, проблем в этом нет. Какие сфотографируйте стенд? Какой стенд? Ну, это, конечно, с информацией. Он же для граждан. Он тоже один из тех, груется. Прям в моем... Под мое ответственность. Поэтому я, честно всём скажу, под мое ответственность. Под мое ответственность. Я его сам... Серьезно? Извиняюсь, секундочку. Пожалуйста, под мое ответственность человек со мной зайдет, чтобы не было никаких конфликтов и всего остального. Он сфотографирует и мы вместе выходим. Что вы хотите сфотографируйте? Какая мgharets? Вестибёлю хочу. Этой информации сфотографировать. Этой информацией? О чем? Подождите. Вот конкретно... Вам какая разница? Конкретно ваши товарищи Когда приговор сюда получите, скажите. Я вас прошу, давайте так, давайте так, мы не будем, понимаете, я вас, пожалуйста, попрошу, разойдите, пожалуйста, в стороны. Я принципиально против, сразу же говорю. Да я имею право. Против выпуска вот этого товарища туда, он там уже был, он имел уже возможность. Я там не был, вы зачитываете, вы там были, я там не был, я там ни разу не был. Секундочку, пожалуйста, я не был там. Пожалуйста, 14 октября Матвеев находился в Санкт-Петербурге и приехал в Москву только 18 числа. Кто-то из представителей может, пожалуйста, зайти вот с фотографией. Учитывая то, что была угроза по 119 статье, я вот просто говорю об этом, реально, понимаете, поэтому, понимаете, просто... Тысячу раз сказали об этом, просто человек. При полицейском-то можно? Разве можно угрожать клинике, понимаете, то, что вы сейчас делаете, это нормально вы считаете? Я считаю, это ненормально. Вы конкретно, вот вы носите... Граждане, я вас, пожалуйста, попрошу коротко и к делу. Можно кто-то один, пожалуйста, сфотографирует этот стенд? Я, я, да, зайду с вами, да. Вот кто-то вот... Я зайду с вами, да. Я предлагаю сломоновое решение. Дайте мне фотоаппарат, вернее, это самое, на что вам сфотографировать, я вам сфотографирую. Вы хотите лишить меня собственности моей? Сейчас, сейчас, реально, это вы хотите лишить. Можно я могу сфотографировать, вот что, из-за чего просто ситуация, я не понимаю, кто сфотографирует. Да потому что у вас уже возник конфликт, мы разбираемся. Но в присутствии вас, в присутствии вас зайдем и все, никаких проблем. С вами вместе заходим, а не представитель, кто-то бред. Договорных отношений, договорных отношений между клиникой и вами, товарищи, нет? Я хочу получить услугу этой клиники. Пожалуйста, записывайтесь, приходите, получайте. А информация? Товарищи, пожалуйста, записывайтесь, и вы получите конкретно услуги. Давайте я один зайду, товарищи. Вы сейчас в сторону уходите. Кто-нибудь один? Мы уже согласились, что один, я иду, я иду, да. Вот наше представитель. Да мне все равно. Потому что я все услышал, углубь. Вот девушка, пускай идет. Вот девушка, пускай идет. Да это вам вообще не ехать. Тут уже я уверен. Сейчас договоритесь, все пойдем, потому что каждый имеет право. Попробуйте. Попробуем, попробуем. Я вас прошу сейчас, проводите, пожалуйста, мясо. Вот девушка, пожалуйста, пройдет. Пойду я, не надо слушать этого гражданина, он ерунду какую-то не серьезный. А то и вы ерунду говорите, товарищи, тем более мне еще угрожают. Сейчас я наферу минуту. Напишите на меня заявление. Не отдайте, пожалуйста. Хватит вам. Я не понимаю вообще суть конфликта. Тыска, я не понимаю. Мы согласились, что пойду я один, он диктует, стоит условия какие-то, которые с законом вообще не согласуются. За это деньги я наберем. Там стенд для граждан размещен. Товарищи сорвали практически работу в клинике. Нанесли ущерб достаточно значительный. Понимаете? И реально будете за это ответить. Не буду тратить время, пожалуйста, в моем присутствии. Блажен, кто верует. В моем присутствии пойдемте сфотографируемый стенд и все. И мы уходим дальше писать эти объяснения, заявления. Разрешите. Я прошу вас, спасибо. Все, один человек. Пойдем. Хотели в рамках закона, мы действуем в рамках закона. Сейчас сделаем все запросы. У вас скажите, пожалуйста, есть ли номер первого заявления? Да, сейчас Илья скажет, у него есть. Сейчас он придет, скажет. Проходите, посажитесь. Найдите, пожалуйста, номер первого КУСП. Сейчас, смотрите, нам, я напечатаю запрос, нам нужно там указать, что нас интересует касаемо документов. Кто вам говорил о том, что у меня велась в виде съемка? Да, без вопросов запросим, но я не вижу препятствий. Какие-то касающиеся НК по фричке Баста. Протокол встань животного на момент поступления в клинику описанной эпикрис, медицинская карта, анализы, в том числе биохимические. Так, еще, что про видео написал. Ну и сегодня, соответственно, я его завезу. Они что-то гласучно работают, поэтому, я думаю, препятствия не будете. Посмотрите. Лентификация. Для начала хотя бы. Так, смотрите. Чтобы убедиться, она не она и есть ли там вообще собака. Потому что, исходя из того, что с 16-го числа, с 14-го гипотетически ее туда доставили, и с 16-го числа каждый день с сотрудниками полиции, я пытаюсь туда каким-то образом попасть, чтобы увидеть тело безустрешно. На что они ссылаются? На то, что у них, собственно, нет никакой информации, потом они ссылаются на то, что у них руководство постоянно в отъезде и так далее и тому подобное. То есть никто даже поясине никаких поделок не дает. А скажите, пожалуйста, это дама, чтобы нам проще понимать, вот это Елена, вот, она не на связи, я так правильно понял? Да, но на связи не выходил, хотя они не везут мои контакты. У меня есть. Ну, что, вот, допустим, если она туда отвезла собаку, мне предполагаем, что она туда ее отвезла, она может спокойно туда, соответственно, и узнать результаты. Она не выходит на контакт. А, смотрите, какая ситуация. Если с ней на контакт выйдете, вдруг она свяжет, ей номер мы тоже дайте, чтобы он не позвонил. Обязательно. Я сам попытаюсь не связаться. Давайте с запросом разберемся. Тут у нас, на суть, просим предоставить заверенные копии договора на оказание услуг, заключенные между ИП и Шумковой. Запись камер ведем на новый день с момента поступления щенка до момента убытия из ветеринарной клиники. Также просим сообщить, кто на каких основаниях забрал щенка по книжке Баста. Слушайте, смотрите, там телефон мой есть. Сегодня я завезу. Они вроде выходные работают, я думаю, они нам подготовят. Ну, в крайнем случае, в понедельник, конечно, точно будут готовы. Поэтому спасибо. Ну, все же, ну, знаете, для этого мы и существуем. Все, спасибо вам. А вам спасибо за понимание, да. Все, удачи, да, телефончик есть. Я, честно говоря, удивлен первый раз вообще вот за общение с полицией. Участковый, без всякого напоминания, просто выполнил свои обязанности вообще просто на пять с плюсом. Я удивлен, немножко шокирован, поэтому все, вот, сотрудник полиции, бабушкинского ОВД. Все, респект полиции вообще, вообще замечательно. После нашего визита в клинику. В связи с непрекращающимися незаконными действиями неизвестных лиц. Закрыть помещение ветеринарной клиники Спарта для приема пациентов, отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Савеловскому району города Москвы. Добрый день, а нам к оперативному дежурному. Заявитель есть? Ну, мы все заявители, все заявители. Мне нравится, как повешенные листы, да? Сильно вообще. Стоишь, читаешь, такой, ты куда читать надо? Ответственно от руководства для вас, мою внутреннюю службу Крюков. Очень приятно. А мы вот с заявлением пришли обратиться. По факту чего? По факту кражи собаки. По факту кражи собаки? Да, собака обнаружена, обнаружена мертвой. Ну, это долгая история, если вам интересно, просто я думаю, вряд ли вы будете этим заниматься. А мы вот все вместе, мы представители, видеосъемку, фиксируем мы все эти события. Снимать на территорию противорежима, это реально режимное место. Там же граждане проходят спокойно, там же нет граждан. Будьте добры, пожалуйста, прекратите съемку. Вы сначала, прежде чем требовать что-то, должны сослаться на нормативный акт. Если вы хотите наши права ограничить, значит, вы должны сослаться на нормативный акт, о чем я сейчас вот ответственно от руководства и попросил. Да, он пошел, он предоставит. Спасибо. Прекрасно. Заявитель проходит. Да, и еще, скажите, пожалуйста, заявителей сколько будет? А вот мы все не можем пройти? Заявители представители. Я прошу прощения, заявителей сколько будет? Заявитель один, остальные представители. Представители по доверенности или как? Есть ордер. Какой ордер? У меня адвокаты. Я понимаю, но... Доверки. Есть, имеются доверенные. На всех. Вот есть заявитель, заявитель может даже без какой-либо доверенности. Доверенность. Даже может, хотя и доверки есть. Ну, прекрасно. Я не возражаю. Заявитель может пройти, вот. А как вы говорите, что, ну, там, если у них, они не хотят обратиться с заявлением по факту того или иного. Кто не хочет. Они могут ожидать на улице. Почему? А? Почему? Ну, потому что у нас ограниченное посещение ввиду ковидных мер. Кстати, не забудут выдать эти маски. А на каком основании? Да вот так вот, было распоряжение определенное. Можете предъявить? А? Предъявить можете? Его предъявить вам? Да. А вы можете вообще предъявить? Для служебного пользования, значит, для вас, но не для нас. А, ну вот видите. Тем не менее, я должен это все... Извините, пожалуйста. Я не понимаю, к чему вот этот весь сырбор... А вы зачем? Я зачем вышел? Да. Стоят люди, которые снимают отдел. Я как заместитель начальника по оперативной работе, в мои обязанности входит это все делать. Как фамилия ваша? Моя фамилия Некрасов. Некрасов. Очень приятно. Поэтому все, что вы сейчас пытаетесь на маске одеть, значит, нормативно знакомьте нас с ним. Потому что маску я не собираюсь никакой одевать. Никаких ковидных мер в Москве нет. Да, я согласен с вами. Я с вами согласен. Почему вы должны меня нарядить маску? Господин Никрасов. Потом как это я без маски стою? Я беру маску, я ее одеваю. Да ну как, я же соблюдал дистанцию. Ну конечно. Соблюдал, не соблюдал, вы общались, мы без маски. И что, как и вы. А нет в Москве ковидных мер. Да я в курсе. Я в курсе. Ну за скверение не можете поработать. А скажите, пожалуйста, сегодня день болезни, вот мне как-то речь вообще не очень нравится. Вы... Что я? Ну вот вы сейчас, вот какая-то речь у вас такая, мне кажется, странная немножко. Да вы что, правда? Ну я просто вас спросил, все хорошо? Да, великолепно, замечательно, да. Ага, понятно. Я думаю, ответственно от руководства управления необходимо вызывать. Конечно. Да? Угу. Вызовите, пожалуйста. Мне? Да. Вызывайте. Или дайте команду оперативному дежурному, чтобы он вызвал ответственно от руководства. Ответственно от руководства. Вам не нравятся мои глаза? Я вижу вашу речь и расширенные зрачки. Заявитель имеет право быть представителем? Нет. Как нет? Кто нет? Кто нет? Юрий Юрьевич, кто нет? Да. Заявитель может пройти обратиться с заявлением, а посторонние граждане ожидают на улице? Кто будет писать заявление? Заходите, пожалуйста. У заявителя есть представители. Мы их праве. Есть представители? Да. Мы представители заявителя. Юрий Юрьевич. Юрий Юрьевич может зайти. Вы извините, что мы в Альсусске, идите сюда. Удостоверите, кто вы сначала в развертанном виде. Кто вы? Это раз. В кабинете. А вы кто? Поможете к оперативному дежурному? Полицейской комендантской группе. Вы будете писать заявление? Будем, да. Все мы сейчас трое будем писать. Все, заходим. Будьте добры, пожалуйста, прекратите съемку. Прекратите съемку. Кто это говорит? Кто это говорит? Говорит замы чарлика полиции в оперативной работе. Здесь являются режимы помещения. Прекратите съемку. И я возражаю от того, чтобы меня снимали. Я возражаю. Если эта съемка будет где-то обнародана, вы будете нести ответственность. Мы установлены в законном порядке. Гражданин, вы представьтесь, пожалуйста. Выключите камеру. Гражданин, вы представьтесь, пожалуйста. Я уже представил. Служебное удостоверение в развертанном виде. Будьте столь любезны. Служебное удостоверение в развертанном виде. Будьте столь любезны. Я не явлю. Зрачки расширены. Расширены. Скорее всего, от того, что он не спал. У нас сейчас. Он предъявляет еще незаконные требования. Видеосъемку запрещает. Это какие-то все. Скажите, пожалуйста, этот стенд для кого? Для граждан. Почему я тогда здесь нахожусь, не имею права вести видеосъемку, в том числе фиксировать. Вы можете фиксировать стенд. Вот 112 перезвонили. Говорите. Я нахожусь в МВД России по Савеловскому району Москвы. Мы сюда приехали писать заявление. Нам предъявляют незаконные требования. И по визуальному наблюдению, вот как я смотрю, на замначальника отдела Некрасова. Зрачки расширены. Невнятная речь. Он говорит, что я типа после суток. И, ну, я считаю, что здесь необходимо ответственность от руководства, чтобы подъехал. Запрещают телефон для залога. 8495. Да, нам запрещают видеосъемку вести. Видеосъемку вы можете вести стендов. Спасибо. Тогда я включаю видеосъемку. Кто сказал, что я не могу иное записывать. Я считаю, что он действительно находится в состоянии алкогольного опьянения. У меня тоже есть гражданин такой. Если у сотрудников полиции он должен соблюдать в первую очередь закон о полиции. Вы, пожалуйста, возьмите маску. Я вас прошу. Просьба. Это норма необязательная к исполнению. В связи с чем? Я поэтому вас и прошу свести, что есть вероятность заболеть респираторными вирусными заболеваниями. А чего сотрудники полиции без маски? А почему вот эти граждане сидят без маски? А почему господин Некрасов подошел без маски? Маску, в чем вы так говорите? Я беру маску, я ее одеваю. Это он одел, когда он уже начал говорить. К вам, вот я сейчас вам говорю о той ситуации, как и я, вышел к вам. Поэтому у меня просьба к вам, оденьте, пожалуйста, маску. Просьба, я не буду одевать маску, я не хочу. Почему я должен в маску ходить? Все, я вас уведомил, что можете заболеть, правильно? Я же вас, с вас не требую ничего. Маски не надеваю. И тоже вот дайте вот еще заявление одно под собаке. И нам нужен, наверное, будет, скорее всего, оперативный работник, дежурник. Потому что мы по краше будем заявлять. Сейчас пусть я вам, конечно, вас в минуту помню. Хорошо, спасибо. Заявите, подойдите, пожалуйста. Вот сюда. И будьте добры, ваш документ, удовлетворяющий, сейчас предъявите. Значит, я повторяю. Если... Я не с вами разговариваю, а с ответственным... А я разговариваю с вами. Я разговариваю с ответственным... Если вдруг вы разместите где-нибудь в социальных сейчас... Разместим, все, еще раз. Разместиться дальше. В установленном законном порядке вы будете привлечены... Понятно. Все ответственно. Объявляйте план крепость, перехват. Все, что угодно. Я, кажется, предупредил. На видео. И что дальше? Я разговариваю с ответственностью. Я разговариваю с ответственностью. Почему у вас причиненные такие не воспитанные? Я с вами говорю. А я говорю с вами. А я говорю с вами. Я с вами сразу опять прилететь. Вы опять снимаете? Имею право, я вестибюле нахожу. Вы вестибюле находитесь. Я повторяю, я возражаю, чтобы вы производили видеосъемку. Мы заберемся сами. Да. Неужели вы после суток... Гражданин возьмите. Неужели вы после суток, не отдыхавшие, ничего, занимаетесь таким вопросом? Такая есть, кстати. Есть ответственный человек, который... Ну, наверное, этот рядовой вопрос, мы точно без вас. Какой рядовой вопрос? Я смещаю, но вы брете на съемку. Потому что я указываю, предположительно, сотрудник полиции находится в алкогольном опьянении. Поэтому вы должны меры принимать незамедлительно. Должен подъехать ответственный с управления, посмотреть визуально данного сотрудника и принять уже решение. Либо ввести его на свидетельствование, либо нет. И маска здесь исключительно служит, как я предполагаю, для того, чтобы... Искрыть запах. Совершенно правильно. Нет, на самом деле поступило распоряжение о том, что через тем, что учтились случаи за болеванием ковидом... А можно ознакомиться с распоряжением с этим? Я сейчас за ним не пойду на другой конец отдела, ладно? Ну как? Ну вы же ссылаетесь на нормативные акции и не пойдете. А вот граждане сидят без масок тоже. Ходят все вообще, кошмар. Рекомендательный характер носить маски. Рекомендательный. Он не является обязательным. А сейчас, вот сотрудница сейчас вышла, вот, девушка? Рекомендательный, она шла с улицы, рекомендательный характер, понимаете, взял? Очень странно. Я поэтому вам предложил тоже одеть маски. Ну, в случае еще выложить. Ну, хорошо. В любом же случае сейчас я увижу ваши документы. Так вы их видели уже, уже нас проверили два раза. То есть я увижу ваши документы, так угроза звучит? Ну, вы воспринимайте это как угодно. Мне к тому, что я сказал, мне сказать больше нечего, правильно? То есть я же узнаю, что за люди здесь были, правильно? Я увижу их документы. И в случае, если вот этот ракурс где-то попадет и что-то как-то, я буду знать, на кого требовать к установленным законам порядка. А как только вы сказали, что что-то нельзя, вы должны тогда обосновать свое требование. Ну, у меня в карманах нету этого распоряжения. Какого? Это распоряжение для вас. А для Сандрова полиции распоряжение. Ну, прекрасно. Ну, тем не менее, здесь режимный объект. Я же не знаю, где будет использовано данные видеозаписи, в каких целях. Правильно? Так мы еще не говорим вообще об использовании. Это всего лишь фиксация на данный момент. Ну, хорошо. Фиксация чего? Всего происходящего. Весь номер. А, понятно. А, то есть то, как вы пытаетесь спровоцировать сотрудников МВД. Я вижу, да. Ни, ни, вообще не правы вы здесь. Ну, как это, ну, что же, что же делать? Мы никого не провоцируем. Мы зашли спокойно, вежливо, обратились. Вы сразу изначально начали повышать голос на нас. Ну, что же делать, если у меня фиксация такая. Ну, смотрите. Указом президента 95-го года. А, еще не будет. Так. Это военность специально, а не власть и предприятия, и так далее. В самом распоряжении не указано, что мы обязаны присвоить номер какому-то. Так, где написано? Отдел полиции. Где написано? Отдел полиции. Я не ввожу в служебное решение, я не снимаю документацию. Режимный объект, на котором ведутся работы с использованием. Составляющий государственную тайну. Мир без опыта. А где у вас? Да ну что вы. Да ну прекратите вы. ВЗ о полиции сказал, что полиция гласная. Если вы чем-то не согласны, пожалуйста, об установленном законом порядка, пожалуйста, обращайте заявление с листовым заявлением. Подайте, пожалуйста, исковое заявление о том, что отделы полиции не являются режимными объектами. Господин Некрасов, двойка, идите учите законы, идите учите. Да, двойка. Это не исковое заявление, господин Некрасов, административное исковое заявление. Оно подается спокойно с административным судопроизводством. Подайте поисковое заявление. Господи, боже ты мой. Это начальник уголовного розыска. Не снимаем дежурную часть. Я не снимаю дежурную часть. Не снимаю дежурную часть. Что вы? Пожалуйста. Собака, история там следующая. Нет, нет, нет. Пожалуйста, спросите участкового, разрешает ли он снимать его. Ты разрешаешь снимать тебя? А? Выключите камеру, пожалуйста. А я вести видеосъемку-то имею право. Я своего клиента снимаю. Какого клиента? Я его представительный. Подождите, вы подали заявление? Юрьевич, перестань. Вот он сейчас сидит клиента своего. И все, успокойтесь. Юрьевич, успокойтесь. Участкового для чего снимаем? Я его не снимаю, смотрите. Я его увидел там в камере участкового. Сейчас он не снимает. Но это сейчас. А до этого? Юрьевич, успокойтесь. Вас поставит. Счастливо вам. Экспертиза проведена была о собаке. Все-таки тело собаки находится до сих пор в ГБУ. В лаборатории. Сегодня мы приезжали в отдел полиции. Ознакомиться с материалами дела. С материалами экспертизы и так далее. Самой экспертизы там пока нет. ГБУ не отвечает даже полиции на запросы. Ну вот, пока что имеем. Сейчас документы изучим. И решим, что будем делать дальше. Вот пока как-то так. Ну, а то, что там происходило, вы все видели прекрасно. Вот. Оцените. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok